Ну что такое? Ты не хочешь всех... Ты коську показываешь! Не хочешь приветствовать всех на завтраке? Вот как она ушком дергает. А рыбов хочешь? Рыбов конечно! Ребята, всем доброе утро! Я очень надеюсь на то, что оно у вас такое же солнечное, как у нас сегодня. Даже глазки с трудом открываются вот такое у нас солнышко. Вы видели мои эмоции после... Ну иди, коська, иди, все, иди за рыбов! Мои эмоции после прочтения первой части Хроник семьи Козалет. Это совершенно незабываемо было. И знаете, что самое подлое в этой книге? Это то, что наши герои едят все время. Обеды, ужины, званные ужины, какие-то завтраки, перекусы, чаепитие. Нет, они просто английская аристократическая семья. Екатерина Евгеньевна! И автор очень много времени уделяет именно тому, что едят наши главные герои. И все это так вкусно звучит. Буквально вот при каждом упоминании хотелось вскакивать и, знаете, бежать что-нибудь себе готовить. Еще один любитель рыбов пришел. У нас какое-то кошачье нашествие сегодня. И, ребята, естественно, мы сегодня будем готовить из вот этой книги. Здесь выбор вот впечатляющий. впечатляющий. В принципе, наверное, даже кулинарный канал можно было бы построить исключительно на этой книге. Столько здесь упоминаний всего вкусного. Но мы с вами сегодня будем завтракать как настоящие английские утонченные аристократы. Хотя это у них был уже какой-то там второй завтрак. Это был не первый завтрак. У нас с вами второй завтрак, все честно. У нас с вами омлет с лососем и сливочным сыром. Екатерина Евгеньевна, подтяните, подотрите свои слюни сильно. Рис готовить проще простого. Мы просто добавляем его в контейнер. Специи, какие вы любите. У нас здесь что, Катя? Черный перец, наверное, орегано и немножко соли будет. И мы это дело заливаем водой. Мы воду взяли? А то сейчас будем заливать. Мы все взяли. Хорошо, мы все взяли. Так. Обязательно читайте инструкцию по технике безопасности, как правильно с этой посудой себя вести. У нас вода где-то на полтора сантиметра должна быть выше самого риса. Я думаю, что достаточно. И теперь так как мы будем готовить два блюда одновременно, если бы мы просто рис готовили, мы бы сразу закрыли крышечкой. А мы закрываем контейнер. А мы сейчас ставим второй контейнер плотненько и будем с вами уже делать омлет. Яйца, рыба и когда омлет будет готов, у нас еще шпинат, я забыла, как это называется, сливочный сыр. Так что приступаем к замешиванию омлета. Мы сейчас молоко будем добавлять? Нет. Я противница молока. Я в принципе противница молока. Давайте посмотрим еще противница молока. Каждый раз, как я делаю что-то подобное, скрэмбл, омлет, когда я развожу желток, мне прям грустно, потому что это самое любимое для меня в яйцах, а я вот так и аккуратненько наливаем в наши ячейки. Наверное, это стоило делать мне, да, Кать? Так, хорошо. Чуть-чуть поменьше, чуть-чуть-чуть-чуть, чтобы для рыбки место было. И кладем маленький кусочек рыбки сверху. Сейчас отрежем. Так вот уже все на ломтике. Ну да, ее надо все равно разрезать. Ты была права, хорошо. Можешь признать, Могу признать. Когда я не права, я всегда признаю. мы просто это кладем сверху. Да, просто в омлет кладем рыбку. А вот в этот омлет вот это будет твой. Он уже будет без рыбки. Добавь себе туда вот лист шпината, чтобы он тебе приготовился. Давай, я только за. Ты знаешь, как я это люблю. Хорошо. И сейчас, знаете, сюда 5 кг, шпината пойдет. Так, ребята, теперь мы берем нашу крышку. Нет, на двух не могла остановиться. Берем крышку и плотно, плотно закрываем. Так, посередине поставили, да. Пока, пока. Ждем вкусный омлет. Ребят, ну вот такая красота. Омлет готов. сейчас Катя нам засервирует это все дело. Ого же, на меня такая важная ответственность. Как сервирует Катя? Побольше зелени. Ну, это действительно так. Ой. Извините. Так, это мой кусочек с рыбкой. Ну, нет, я хотела верхушечкой вот этой. Да, мне, пожалуйста, перчик, чтобы было. и можно еще пару кусочков рыбочки. Ты прям как кот. Стараюсь. И ложечку сливочного сырочка. Боже. Как раз он растает сейчас на омлетике. Да. Ой, ну красота. Просто неописуемая. Если я могу даже вот так тебе сделать. Это было лишнее, просто лишнее, Катя. Но спасибо тебе огромное. Ребят, ну и наконец-то на обед себе вытаскиваем рис. Вот. Ой, какой пар пошел. Вот он наш. Ой, рассыпчатый. Угу. Я, раз Светлана сегодня в режиме буду, как английская аристократия навела Эрл Грея. Ну, а что? Мне нравится чай с бергамотом? Я не всегда в таком режиме. Я в таком режиме только когда определенных книг начитаюсь. Ну, я надеюсь, вы уже понимаете, что мы такие несерьезные, ой, мы сейчас будем как аристократы, а что, разве они не так питаются? Я думаю, все прекрасно все понимают. Ребята, ура, омлет. Я вообще на завтрак просто обожаю рыбу. Очень сильно люблю. Господи, я думала, ты скажешь омлет, а я тебе скажу, Свет, но я могу яйца делать только раз в неделю. Не-не-не, я рыбу, вот бутербродик с рыбой, омлетик рыбов, пожалуйста. Я как наша кошка. Вот эта вот гирлянда висящая просто везде и всюду, пытаюсь ее куда-то прибрать, чтобы она не мельтешила у меня под глазами. Я вот уже в режиме. Ты уже в режиме аристократии, да, английской. У нас сегодня с вами... Я не хочу быть английской аристократией. У нас сегодня с вами очень важный завтрак. Очень важный. Очень вкусно. Ну и все, очень важный завтрак, и мы замолчали. Правильно? Да. Вот я подобной формы омлеты дома не готовила. Надо прожевать. Ты имеешь в виду маленький кругленький? Да. То есть, как правило, это подают где-то в кафешках. И что я хочу сказать? А домашний-то вкуснее. Вот ты говоришь, надо прожевать. Ты прожевала, не надо следующий кусочек. Я рассматриваю его. Дурында, блин. Дурында. Я еще и звание дурынды получила. Я не рассматриваю, да, те варианты, когда в каких-то местах вообще готовят омлет не из яиц, а из какого-то порошка яичневого. То есть, это вообще лажа-лажовая. А я говорю именно о ресторанах. Так вот, ребят, не хочу быть наглой, но это вкуснее. Ну, естественно. Оно настолько воздушным и пористым получилось, я не ожидала. Может быть, это потому, что нет молока, но в принципе, а как я могу соединить молоко с соленой рыбой? Легко. Да? Вообще, это соединяется... Хотя, о чем я говорю? Кофе-то с молоком мы пьем, когда... Это соединяется без проблем, поверь мне. Ребята, почему сегодня у нас с вами важный завтрак? У нас есть традиция. Каждый декабрь мы проводим кулинарный конкурс. И в этом году всеобщим голосованием и опросом среди вас мы поняли, что и в этом году конкурс нужен, многие его ждут. Даже если не участвовать, то просто посмотреть, потому что в процессе этого... Может быть, выбрать что-то для себя. Да, в процессе этого конкурса всегда какие-то классные рецепты. Мы себе много собрали классных рецептов. И печенья, и пирогов, и даже сэндвичей. У нас летний когда-то был конкурс именно связан с сэндвичами. Чего только не было, и мы всеми этими рецептами пользуемся до сих пор. Так что, если кто не собирается участвовать, все равно наблюдайте. Ребята, такие классные вещи готовят. Это просто потрясающе. Итак, кулинарный конкурс 2022 года объявляется открытым. Что на этом конкурсе нам надо с вами будет делать? Ну, вернее, делать вам. А нам-то надо будет только единственное выбирать победителя. Самое сложное. Готовить и пробовать. Готовить и пробовать мы тоже будем. Мы многие рецепты, кстати, в процессе... Да, мы пробуем. Как идет конкурс, мы их пробуем, мы готовим и пробуем, что получается. Ребята, в этом году мы решили, потому что у нас рыба лежит на хайлках. У нас такое собрание. Он аж сопит, вот Дарт Вейдера включил. Я так жалею, что мы его в свое время не назвали Дарт Вейдер. Нет, у него идеальное имя. Про его особенность, вот этого сопения мы узнали гораздо позже. У него все нормально, это все в порядке. Мы спрашивали у доктора, так что ничего страшного нет. Так, кулинарный конкурс. Простите, меня прошло. Что мы с вами готовим в этом году? Итак, Новый год. С чем у вас ассоциируется, если говорить о еде, в первую очередь, Новый год? Лично для меня всегда это салаты. Это великое разнообразие салатов. Именно в Новый год мы готовим что-то традиционное. Именно в Новый год мы пытаемся попробовать что-то новое, вот особенно извращенное, я бы, наверное, даже сказала. Мы сегодня от них не отделаемся, Катя. Либо мы отдаем им рыбу, и они уходят, либо они вместе с нами будут сидеть, смотреть на нас и думать, что мы еще рыбов украли. Так что в этом году мы с вами в этом декабре готовим салаты. Мы специально не будем привязывать в этот раз конкурс, что вы готовите салат из какой-то книги, да, или еще что-то. У нас в этом году очень простые условия. Вы готовите то, что вы любите. Вы готовите то, чем вы хотите удивить близких на Новый год, а мы все наблюдаем и выбираем себе классные салаты. После того, как вы салат приготовите, вы должны будете для участия в конкурсе выложить свое фото. Фотосалата. Это свое фото. Это, конечно, было бы тоже неплохо. Можно себя с салатом, если уж на то дело пошло. Фотографии на конкурс мы будем собирать в нашей группе ВКонтакте. Для этого там будет сделана специально запись и фотографии надо будет оставлять комментарии. И второй вариант это наш канал в Телеграме. В Телеграме тоже будет сделана специальная запись, где вы можете оставить фотографию и объявить о том, что вы участвуете в конкурсе. Эта запись в Телеграм-канале будет закреплена вверху, чтобы ее всегда весь декабрь можно было удобно найти. Так что, ребята, мы очень надеемся собрать целую коллекцию салатный хит новогодний просто. Устроить салатный марафон на январских каникулах. На январских каникулах, да, я только хотела сказать. И уже начиная с 30 декабря мы все будем резать салаты по рецептам тех, кто будет участвовать. А почему рано-то? Можно, да. Мы будем резать салаты по рецептам тех, кто участвовал в нашем конкурсе. Теперь, наверное, еще об одном интересном моменте. Это призы. Чем мы в этом году будем радовать победителя? Наш приз будет состоять из двух частей. Это два блока. Один это то, что вы получите сразу, а вторая половина это то, если вы захотите, что вы будете получать в течение всего 23 года. Первая половина касается как раз-таки непосредственно книг. Мы решили, что мы не будем сами выбирать какие-то книги, да, вот и дарить насильственно те книги, которые, возможно, у вас есть, или вы не хотите, и вы увидите эти книги, расстроитесь, и не будете участвовать в конкурсе. Нет, мы поступим иначе. Победитель получит сертификат на 5000 рублей в любой магазин, в котором, книжный магазин, да, в котором вам захочется купить книги. Опять-таки, не ограничиваем магазином именно по той причине, что даже по России мы с вами знаем, там разные условия доставки, все мы предпочитаем разные магазины, так что победитель просто нам говорит, где он хочет сертификат, в каком магазине он хочет сертификат на 5000 рублей, и мы ему дарим сертификат именно в этом магазине. Это может быть что угодно, Лабиринт, Озон, Вайлдберрис, где вы еще покупаете, где у нас Букваед, Читайгород, любой магазин, где вы можете себе приобрести книги. Именно туда мы вам подарим сертификат. Если там нет сертификатов, мы, значит, вам просто оплатим заказ на эту сумму книжный. Вторая часть нашего подарка это то, когда вы захотите, что вы захотите. Все лимитированные коллекции из нашего магазина, которые ожидают нас в 23-м году, и первая из них появится уже в январе. То есть победитель получает право в нашем магазине получить в подарок любую, вот все, что будет выходить в 23-м году. Победитель нам просто пишет и говорит, хочу это, 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 это и вот это. Сделано, и мы это делаем. Да, сделано, и мы это делаем в течение всего 23-го года абсолютно любую неограниченное количество раз, хоть все, которые там будут выходить. Будет выходить их 25, значит 25. Захочет победитель только одну из них, значит только одну из них. Все по желанию победителя. Обычно мы никогда не ограничивали территориально, кто может в этом участвовать, но, к сожалению, в этом году уже так не получится. У нас будут участвовать жителя России и те, кому мы можем спокойно что-то отправить. То есть это Беларусь, Израиль, Турция, Казахстан, Узбекистан, Грузия. Я думаю, вы уже знаете, да, что если к вам доставляет Россия, значит все будет доставлено. Также все подробности в описании будет под этим видео, обязательно открывайте. Также как там будет и рецепт, у нас всегда рецепт в описании, все условия будут прописаны внизу. И еще раз как итог, мы в декабре готовим с вами салаты. Те салаты, которые будут на вашем новогоднем столе. Это либо что-то ваше коронное, традиционное, передающееся из поколения в поколение, либо какая-то новиночка, которую вы вот так поставите и всех удивите. Подводить итоги. В этом году по кулинарному конкурсу мы будем 30 декабря на нашем новогоднем корпоративе. Подводить итоги мы будем не вдвоем, будет еще два председателя нашего жюри, так что нас будет четверо. Мы постараемся со всех сторон оценить все салаты. Желательно, конечно, приготовить каждый и попробовать. И, ребята... Ты не знаешь, как это, в кулинарных передачах мы такие сидим и пробуем. Ваши рецепты мы принимаем до 28 декабря. чтобы у нас еще оставалось время хоть как-то собрать себя в кучку и какие-то итоги из себя выдать. Вообще, мне всегда в этих конкурсах я ужасно не люблю сама выбирать победителя. Я бы лучше случайным образом все... Где-то там судьба, звезды... Случайным образом все... Не хочу брать на себя такую ответственность. Но беру, потому что это очень и очень важно. До 28 декабря вы когда выкладываете фотографию обязательно... Можете не писать подробно рецепт, просто там буквально в двух словах, чтобы мы понимали из чего состоит этот салат и почему главное, что... Почему вы приготовили именно его. Либо это действительно вот то, что вы готовите на протяжении долгих лет и радуете постоянно этим семью, либо это только исключительно новогодний ваш салат и в другое время вы не готовите. Либо это какой-то эксперимент, который ваши родственники 31-го как увидят и такие «Ааааа, что-то новое наконец-то случилось». Вчера был последний день, когда вы могли нам написать про свои лучшие книги 22-го года. Итоговое видео будет уже в 20-х числах декабря, но я думаю, я уверена, что результат никого не удивит. Я так понимаю, после этих подсчетов, результатов, мне просто надо будет уйти с канала, потому что мне здесь делать абсолютно нечего. Ты никуда не уйдешь. Там есть Робин Хобб, спойлер сказала, но Робин Хобб она как-то традиционно всегда вот в топ-5, в топ-10 входит. Я как человек, который не читал ее, но знает, какая она прекрасная женщина, у нее классная ферма с ее тыквами. Но ты пока знаешь только по наслышке. По бытовому. Ты еще с творчеством не знакома, а могла бы и познакомиться. Ой, давай до следующего меня заставили уже. Хорошо, Катя. Я даже в видео это скажу, мне не страшно, только не Джордана. И больше не давать мне Гая Геврия Лакея. Я помню, как я прочитала предисловие Тиганы, но это было для Бусти, и сказала, неа, нет, нет, я тупая. Давайте мы просто примем решение, что я тупая. Тебе так легче будет с этим смириться, да? Ребят, ну и на этом моменте давайте уже на сегодня заканчивать. Думайте над рецептами, участвуйте в конкурсе. Мне кажется, что призы очень даже и неплохие. Когда ты можешь сам выбрать себе книги, это прекрасно. Скажем так, даже совершенно замечательные. Мы с огромнейшим нетерпением будем ждать рецептов салатов. Я думаю, что не только мы, но действительно многие наши зрители, сколько мы проводили трансляции, у нас обязательно заходит речь о каких-то салатах. Все в постоянном поиске. А я потом их сижу искренне, чтобы быстрее, ну, потом, чтобы по чату-то не искать. Ну да, чтобы потом просто взял рецептик и приготовил. Кстати, у нас вот после таких эфиров несколько салатов вошли в постоянную готовку. У меня свои названия. Там есть буржуйский салат, есть лёгкий. Каждому салату мы ещё и названия даем. Да, личное. Кстати, вот тоже хороший. Назовите ещё свой салат, как он называется. Всё, ребятушки, мы вам желаем хорошего дня, приятного аппетита. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, участвуем и готовим. Продолжение следует...